Всем привет, дорогие друзья! С вами Катархон, и у нас 19 серия Фалангистской Польши в Дне Победы. Четвертым. Продолжаем нашу кампанию. Захват... Как сказать? Захват... Возвращение исконных итальянских земель в лоны Италии, да, от Соединенных Штатов, от Соединенного Королевства, от Франции. В общем, выкидываем их здесь. Я тут заметил то, что надо бы помочь как-нибудь... Как бы это назвать? Фалангистской Испании. Я не знаю, конечно, толк от нашей помощи будет или нет. Я тут много им не смогу никого предоставить. Так, несколько кавалерийских дивизий уж так. Чисто ради, знаете, моральной поддержки такой. Ну, хотя бы ради вида. Хотя бы ради... Так, чтобы было. Больше, в принципе, ничего им предложить. Такого не могу. Что есть, то есть. То пускай и будет. Так, ну да, здесь больше ничего такого нет. Так, что у нас тут? Две части идут сюда. Грозные силы, да, прямо. Прям вот очень нужны здесь. Ну, ладно. Так, здесь наши истребители, да, которые действуют в Мандюрии, кстати. Что у нас здесь? 300 вражеских истребителей. Две ПВОшки. Ну, вообще жалко своих истребителей тратить, конечно же, на такое добро. Бездеятельное почти, да. Так, что? Во! Это наше? Погоди. Погоди. Ну, ладно, ладно. Вот. Я не могу, да, сюда их переправить. Почему, дружочек, почему ты меня сюда не пускаешь? Сломан, что ли? Короче, японцы не хотят. Ну, ладно. Ну, вот, ладно. Я вам хотел тут самолетиками помочь. Ну, как хотите. Видать, моя помощь им не сдалась. Ну, ладно. Так, что у нас тут? Самолеты в резерве. Каня уже, да, да. Даже Каня в резерве. Хотя. Давайте-ка посмотрим, что мы из этого добра сделаем. Разместим сюда ястреба. Окей. 435. Давайте-ка до 1000 доведем. Хотя до 1000 вряд ли. 511. Пускай постепенно копятся. Заменяется. Новые на старые. Так, восток стрельб. Опять высадка. И где? Где там высадка хотелось? Вы меня так не пугайте, ребятки. Еще высадками всякими. Алло. Это вообще опасно. Вы чего? Пугают тут, видите ли, то, что высадку хотят делать. Вообще. Вообще огонь. Так, тут пытаются продавить. Я как вижу, им удается это. Они уже тут даже зачистили этот регион. Ай, молодца. Ай, молодца. Эй. Ты куда? Вот. Вот вам тихонечко о том, что случилось, да? Тихонько, да? Ладно. Ну, оборону-то мы уже сдержим. Это понятно. Так, что у нас тут опять? Афиакрыли без заданий. 435 самолетов. Куда я вас тут отправлю, ребят? Вы о чем вообще? Вас нельзя отправить никуда. Что у нас там с бригадой? Слишком большая, на самом деле, шея на фронта. Что-то еще можно добавить, да? Транспорт, людские ресурсы, прочность добавят. Поддержка ПВО. У нас ПВО есть вообще? ПТО. Организацию уронит. Эх, как-то вроде все и хорошо. Вроде как-то что-то не хочется ничего добавлять. На самом деле, надо бы, да? Ну-ка, посмотрим, что у нас там исследовано вообще. Из поддержек-то, ребят, с вами. Так, у нас нет с вами рота обеспечения. Вот она, кстати, помогла. Ага, неплохо, кстати, помогла бы. Но у нас ее нет. Рота связи у нас на плохом уровне. Хотя вот можно ее прокачать будет. Да. Поддержка ПТО. ПТО у нас почти не исследована. И она у нас нанимается. У нас ПВО исследовано. Да, у нас ПВО. ПТО есть, в принципе. ПТО тоже есть. Буксируемое ПТО. Сколько там запаса? 2,7. Вот, даже не знаю. Ну, давайте воткнем сюда еще и ПТО. Для красоты уж действия. Можно было бы, в принципе, выгнать один пехотный отрядик. Ну, ладно. Что есть, то есть. Оставим как есть. Сейчас сразу же, конечно, нехватка. Да, в 1,3. Ну, ладно. Все равно какие-то части смогли оснаститься. Это уже радует. Давайте вперед. Не стойте, друзья, не стойте атаковать. Вау. А, это просто было Испании отдано, да? Я что-то как-то немножко прифигел, ребят. Так, слегка, знаете ли, от такого вот расклада, то, что сейчас мне выдало, это как-то немножко смотрится странно. Очень странно, знаете ли. Ну, да, как-то здесь Испания, территорий Испании явно стало больше в сравнении со территориями других стран. Так, а здесь мне не нравится то, что творится. Хотя нет, сдержат. Ну, ладно. В принципе, мы можем здесь вот так вот еще сделать. Атаковать в сторону. Опа-та-та-та-та-та. Что здесь у нас творится-то? Смотрите-ка, да? Ну-ка, закрываем проходик. Сейчас посмотрим. Окружение здесь можно провести, и будет это неплохо совсем. Морское вторжение. Куда-то сюда. Куда-то сюда собрался вторгаться, друг мой. А, это сражение морское. Я думал, вторжение, это сражение. Ой, все. Это коротко о том, что я не путаю, да? Так, ну давайте тебя сюда. Хопотному генералу. Вау. Ну-ка, а что там с нашей кавой-то, кстати? Она как вообще там себя чувствует? Что у нас там за модернизация кавалерия? Вау! Кавалерия. В принципе, кавалерия предоставлена просто кавалерии. Представлена, да? Кавалерийские части подавления. Ладно, давайте добавим сюда каву, каву, каву. Добавим им полевой госпиталь и добавим им... Ну что, поддержку арты. Давайте бафнем кавалерию нашу. Проведем модернизацию наших частей кавалерийских. Дабы стали они грозной силой, да? Переправились? Молодцы. А теперь вот сюда вот атакуются. Надо помочь тут, кстати... Ой, тут окружили одну часть. Одну хотя вроде бы, но вот все равно, ребят. Так, тихо. Одну я оставлю. Видите? Хорошо, что одну оставил. А то бы сейчас бубу было. Так-с, посмотрим, что из этого выйдет. Пока я ни на что особо здесь не надеюсь. Ну, хотя бы просто что да как посмотреть не помешает. Так, выдавим, выдавим. Этот прыщик и со своей спиной, да? Ой, своего бока. Оставили там сзади его. Так, теперь нету. Меня постепенно это радует, ребята, этот расклад. То, что он тут по чуть-чуть, по чуть-чуть, но выдавливаем врага. В принципе, это хорошо. Хотя мало-мало, надо больше, больше, больше активности, да? Что у нас тут одна против одного? Он в защиту хорошо сел. С двух направлений. Так, а чей-то он тут пытался атаковать? Друг мой. Так, изучение зарубежных кораблей. Хорошо. Морская доктрина, подводки, модели подводок. Давайте-ка возьмем. Постепенно будем их исследовать. Сейчас исследования подойдут. Там заменим что-нибудь на что-нибудь. Так. Вставляем одну часть. И, в принципе, как видите, мы тут... Мы как истинные молодцы. Тут все забрали. Вообще красавцы, ребята. Все, 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 все. Да, давили. Вах, прям вах. Прям просто вах. Вот так вот, ребятки. Вот так вот все делается. Так вот все в нашем деле делается. Так, отправляем их вперед. Ну-ка. Вот, отлично. Смотрите. Оп, зажали часть. Уничтожили. Зажали, уничтожили. Зажали, уничтожили. Вот так всегда и делается. Так, а что у нас тут? Ммм. Я как вижу, тут у нас... Дилемма, да? Сколько тут частей? 24. Отлично. Тут что у нас? Тут вообще, ребят, знаете ли, издевательство. Что, нельзя вот так вот сделать? Вот и все. А тут что, тоже зажались? Ой. Че это вы? Давайте. Вперед, вперед. Атакуйте дальше. Не стойте без дела, ребятки. Тут что, пятерка без дела? Ты сюда. Друг мой. Не знаю, почему-то вот тормоза такие бывают. Хоп, и не знаю, что делать. Так, опять что-то надо, да, строить. Из кораблей. Ничего, издеваетесь. Давайте еще эсминцев. Старичков. Но все-таки будем пытаться использовать. В принципе, нет. Старичков, старичков. Ну, в бой ведем. Ну, так ты уже захватишь эту территорию, оставшуюся. Давай, 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 миленький мой. Ну, давайте. Ну, чего какие. Ай, пехотные части, конечно, это то себе удовольствие, ребят. Быстро они передвигаются однозначно. Нет бы их отправить ускоренно маршем. Но мы лучше отправим их пешочком. Ладно. Пускай сам руководит, как хочет. Так, а тут мы, кстати, выдавливаем вражеские части. Выдавливаем. Молодцы. Хорошо. Это очень хорошо, кстати. Тут, смотрите-ка, французы объединили землю. Вот ненавижу в Африке, ребят. Ненавижу. Я могу вам это хоть сколько раз сказать. Самое дурацкое место для битв. В принципе. Что, я один, что ли? Знаешь, ради приличия можно было бы и помочь уж. В принципе, что я удивляюсь. Кто тут что говорил о приличии? Чтобы просто так взяли, помогли? Конечно. Вот тут можем продавить, кстати. Пользуемся этим делом. Так, у нас новые заводы военные. Что нам там не хватает? Явно не хватает пока ПТОшек, да? Окей. Иначе давайте назаймемся производством буксированного ПТО. Две в день. Прекрасно. Очень много. А вас-то я куда? О, я их к опытным генералу отправил, между прочим. Малагу бы отбить, в принципе, было бы уже неплохо. Тут частей, конечно, не хватает очень жутко, ребят. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Людей-то как мало стало. А, это я же модернизировал кавалерию точно. Я еще и забыл, что я сделал. Думал, почему людей как мало? Я же решил модернизацию провести, кавалерии и всего остального. Так, а где у меня теперь вопрос другой? И где тут танки подъехали? О, два танка. Идеально просто. Сейчас мы их такие берем и быстренько вот сюда вот переправляем. Кстати, вот сейчас они тут помогут. Я такую гражданскую войну тут сейчас. Пытаемся выиграть, ребят. Так, модернизация в правительстве. Военная экономика. О, вершинный призыв. Закрытая экономика. Кто у нас тут есть? Специалист по кавалериям. Преосходство в воздухе. На авиации реформа ВВС. Поддержка с воздуха. Морские маневры скорости лота. И прирост политической власти плюс 10. Ммм, интересно, кстати. Давайте возьмем... Странный выбор, конечно, ребят. Ну ладно. Странностей не бывает. Просто так. Ага, идеально. Пробили. Вот так вот. Отлично. Отрезали эти части. Пехотная, противотанковая. Ага, это еще с опережением. Подожди, пауза, пауза, пауза. Так, ночная наземная атака. Вот знаете ли, ребят, смотрится хорошо. Но вот выбирать ее опасно. Скидки есть на эсминца? Да. Давайте возьмем скидку на эсминец. Типа гроб. Врага загроним в гроб, что ли? Это, конечно, странненько, да? Название. Ну ладно. Загоним всех врагов своих мы в гроб. Испанцы хотят... Ой, испанцы, итальянцы нам хотят. Свои части там одолжить. Такой себе подарок, конечно. Что, ну захватим эту последнюю территорию? Это друг мой. О, идеально, молодцы. Ну вот куда вы? Вот куда вы все отсюда. 50 частей, 50. Откуда вас столько? А тут что? Стопай. Стопай. Стопай, стопай, стопай. Теперь бы тут, знаете, вот... Теперь бы тут не спутать, где что. Тут слишком близко объединение армии стало. Однозначно. Так, вас я теперь хочу пустить не по такому большому уровню. Вот сюда вот. Давайте-ка, наверное, вот так вот спустим. На выполнение... В принципе, всех сюда. Так, а вот вы уже встали, да? Как я смотрю. Вот у вас бы всех одновременно выбрать. Неудобно. Так, ладно, удаляем вот это вот дело. И вам ставим цель для атаки. Ой, даже не знаю, какую им цель для атаки-то поставить. Так вот что ли? Ну, Китай додавливаем, ребят. Это и так видно и понятно. Сопротивления как такового нету. Это меня, конечно же, безусловно, радует. Но вот пока... Пока только так. Медленно. Медленно, но верно продвигаемся, да? Вот вам новая цель. И пошли выполнять. Все, справятся. Так, опять свободные верфи. Ух ты ж. Ух ты ж, ух ты ж. Сколько тут... Нет, кстати, надо было бы, наверное, все-таки подводку поставить. Типа вилк. Пускай постепенненько тоже нанимаются. Они как-никак понадобятся. Ой, все-таки пустыню проще сразу защищать. Уже третий рейх. Испания, рейх. Какая разница? Кто где, когда чего. Кавалерия, давай быстрее. Сейчас добьем здесь. Да, добьем, 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 добьем. Добьем эту часть. Идеально. Вот так вот. Смотрите, наши части, между прочим, здесь оказали. Неплохую поддержку, я бы мог сказать. Да, нам помогли пробиться. Как-никак, это хорошо. Сейчас еще тут танки начнут действовать. Это будет вообще хорошо. Давайте восстанавливать всю организацию и пойдем атаковать. Аэропорт. Во! Это я понимаю, ребят. А то вот это танки. Танки сразу же говорят, как надо. Сразу же говорят о том, что... Ничего вам тут, друзья мои, ставить. Индия капиту... Индия капитулировала, ребят. Индия капитулировала. Отлично! Вся территория Индии под нашим контролем, ребят. Ух ты ж. Просто, ух ты ж. Тут, правда, надо сейчас немножко разобраться будет, ввиду того, что здесь... Конечно же. Проблемки? Ну, ничего. В принципе, делаем вот так. Ой. Вот так и вот так. Какой-то закругленный непонятный штамп. Ну, ладно. Это 50, да? 30. А почему 30-то? Эй! Ребят, вас тут было больше. Я как помнится. Вот, вас 50, да. А вы куда ушли? Давайте, давайте, добивайте. Ну, тут территорию одну, доберите уже. Молодца. Молодцом. Так, а теперь... Стопэ, 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 стопэ. И вам тут надо... Ой, да. Им тут надо выставить... Так, с вас всех сюда. И вам, наверное, цель для атаки. Нет, я хочу все-таки пограниться. Вот, на выполнение. Вперед. Вперед, вперед, вперед. Так, а тут, я как понимаю, объединение, да? Произошло объединение. Единение, ребят, здесь произошло. Просто полнейшее. Что-то забьем и посмотрим, что там есть. Ну да, все. Китай, ребят, уже не сопротивляется, как видите. Сил у него вообще не осталось. Ну, явно задохлик уже. Так, ну я хочу тогда сделать вот так вот. Это, наверное, будет большая часть. Сто, да, сто с лишним. Удаляем тут вот это добро. Это тоже. И ставим еще разочек. Чисто на китайщи с линии фронта будем делать. Даже вот досюда так вот не будет, ребят. И ставим цель для войны. Цель для нападения. Ну куда ты, куда? Вот так вот. Поехали. К выполнению приступить, как говорится, да? Выполнять. Вау. Знаете, все более и более... Каждым разом Италия становится все более страшной. Я не знаю, ну не страшной, а не знаю, какой-то не такой, не своей, знаете ли. Помогаем здесь атаковать. Я не знаю, кавалерия сможет вообще что-нибудь здесь оказать. Гибралтар надо просто отбирать. Я вот Гибралтар хочу забрать на самом деле. Можно быстрее. Да. Удается забрать Гибралтар. Идеально просто. Падение, да. Все, теперь в принципе внутрь сюда никто вплывать не сможет. Но это означает то, что со временем мы сможем части убрать оттуда. Но со временем, ребят, пока рановато об этом думать. Так, надо помочь тут, кстати, разобраться. Как я вижу, здесь проблемы. Начинают отбирать. Это плохо. Нельзя такого допускать. Нельзя, нельзя, нельзя. Так, танки уже в бой. Сейчас еще кавалерия в бой придет. Отлично. Покажем сейчас им что да как. Покажем. Че это? Эй, атакуй. Вот, заметьте, моя помощь оказалась здесь очень нужной, кстати. Я-то думал, что не понадобится. Вот видите, как вышло. Понадобилось. Между прочим, еще как. Так, ну ты тут это как его? Атакуешь вообще? Мне кажется, скоро Китай-то должен капитулировать. Ай, Китайская Народная Республика пока капитулировала. Ну это тоже неплохо, между прочим. Это тоже хорошо. Правда, территории ее еще остались, но это уже мелочь. Это уже мелочь, в принципе. Так-то в целом, если подумать. Так, ну здесь битвы идут. Мне, в принципе, самая важная битва вот творятся где. Так, в кордовую. Пока удержим. Гибралтар, все, отдавать уже не будем. Я думаю, тут сейчас поможем им, и будет все легче. Проще простого. Вот Великобритания мне, конечно, не нравится. Чего она ничего не действует? Не, она мне нравится, да, тем, что она ничего не делает. Знаете, этим она мне нравится. Да, я так и могу сказать. Ну вот, это странно, то, что она ничего не делает. Я думаю, вы согласитесь. Такие странненько, когда стоит и без дела просто на месте. Это очень опасно, на самом деле, может быть. А, дивизия пока расставляется. Думаю, что они не атакуют? Пока просто расстановочка идет, ребят. Сиамскую империю возрождаем, ребят. Почему бы и нет? Возрождение Сиамской империи. Это правило пехотную часть, конечно, неведомые дали, знаете ли. Ладно, пускай тут Сиамская империя будет. Я бы еще был не против, если бы она моим вассалом стала. Но, боюсь, этого не будет. Так, помогаем здесь дальше выдвигать. Что у нас тут? Ага, пытаются кавалерию пробить. Лохам. Но мы ударим вбок. Оттуда побьем ему организацию. Со всех сторон, в принципе, пытаемся нервировать их. В принципе, мало осталось частей. Ну, в принципе, великобританцы вот здесь. А здесь даже не великобританцы, здесь американцы собрали в основном свою часть. Не знаю, Африку-то мы если отобьем, то дальше что будет? Африку-то надо будет потом удерживать, между прочим. Это тебе не какой-то там маленький плацдармик. Это ее еще удержать-то надо суметь. Хорошо. Держать ее будет не очень-то легко. Ну, ладно, посмотрим. Что выйдет, то выйдет. Так, здесь танки наконец-таки продавили. Не ходишь дальше пробить. Не знаю, ты об этом мечтаешь. Во, с кавалерией вместе. Отлично. Добиваем здесь части оставшиеся. Одна, между прочим, часть, поэтому проблем, как видите, особых здесь нету. Все, да? Отлично. Так, теперь эти части. Пятерочку. Мы на форш-марш. Быстренько, быстренько, быстренько. Вот сюда. Вы тут должны помочь разобраться с остатками врагов. Сколько всего здесь? Сколько всего у нас происходит, ребят? Сколько тут битв сейчас происходит? Сколько войн? Покупка технологий подводных лодок. Отлично. Что-то там. Доктрины, действия подводных лодок, двойная угроза. Давайте-ка. Надо до Балтийского флота докачаться. Что-то как-то вяленько. Атака идет. Поэтому давайте сами немножко заставим их подвигаться. Ну что, ребят? Че это такое? Вперед. Вперед, мой друг сердечный. Че это ты стоишь-то без дела? Да, да, да. Атакуй. Все это добро. Восстанавливаем мы с вами Семцовскую империю уже в очередной раз. Опа-па-па-пам. А вот это я проглядел, ребятки. Подождите, а сколько здесь частей у американцев? Все так же много, да? Все так же много, ребят. Все так же много частей. Вот это мне не нравится. То, что... Четы я как-то вообще неаккуратно. Как-то это вышло немножко, знаете, не очень красиво. Американцы смогли сюда пройти. А я забыл о том, что они же могут отсюда пройти точно. Эх. Шо ж я как... Шо ж я как невнимательно так был. Себя вял. Вот, смотрите, сколько там у них частей-то. Между прочим, не хухры-мухры. Сейчас тут атакуют-то так, что будет бобо. Эй, нет, дружок. Это уже чересчур. А я могу атаковать сюда? А нет, там... Там закрыто же все. Как, между прочим, это скучно и плохо. Когда те все входы и выходы закрывают, это такое... Нет. Ну, придется, да, здесь оставить на защите тогда части эти. А то как иначе-то? Никак. Вот видите, вот хорошо, что заметил вообще. Пока еще тут не растеклись. Понятно. Пора и атаковать. Давай сюда. А мы тут поможем. Ну да, придется так вот. Защищаться придется, ребят. Че еще поделать? Из-за этого никуда. Ну че, вы давить-то будете? А, они пока там части придут. Ну ладно, ждите. Сиамская империя восстановлена почти полностью во всей своей красе. Почти во всей, ладно. Почти во всей красе. Так, а тут че у нас? Мм, тут даже сопротивление есть. Я думал, тут будет все проще. Но нет. Так, давайте-ка тогда захватываем. Захватываем, ребятки. Не стоим на месте. Китайская народная республика держится. Ну, тут, кстати, смотрите-ка. Вот через этот район он хорошо активируется. А вот через верх... То есть северный юг мы лучше атакуем, чем с... Как бы это сказать? С северо-запада, наверное. Да, как-то с северо-запад. Запад даже, наверное. Слишком большой фронт, ребят, чтобы точно назвать, какой... Какой стороной мы нападаем. Ну, главное сказать можно, что мы нападаем. Так, где пехоты? Мне кажется, сюда пехоту. А сюда лучше кау. Ну, пускай тут американские части сидят. Вместо того, чтобы боевать и помогать здесь правильно, это лучший выбор. Это лучший выбор, на самом деле. Ну, для нас с вами. Меньше проблем. Сямская империя. Ты как там вообще? Хорошо к нам относишься? Да, хорошо. Конечно, хорошо. Как еще и к нам относиться, ребят, после всего того, что мы для нее сделали? Ее давным-давно захватили, а мы такие... А мы вернули. Независимость. Сямская империя. Еще должны радоваться это. Такс. Ну, что у нас тут? Угу. Давайте-ка. Ну, давай, дружочек, давай. Отберемся вот это добро, как я и хотел. Тут все территория Польши, ребят. Польша. Не знаю, конечно. Падение Нанкина. Тип Гром. Отлично. Там сейчас эти подлодки тип Ожол. Да, давайте-ка. Заменим, кстати, все эсминцы на... Эсминцы второго уровня. Дабы производство стало более логичным. Более мощные эсминцы. 11 дней производства. Ну, ладно. Потеряем. Так, потеряем. Зато заменили. Хорошо. Так, че где... Че где как? Так, пока все спокойно, да? У нас части прибыли? Прибыли. Сможем что-нибудь пробить? Ух ты, 11 дивизий. Ого. Страшно, ребят, страшно. Вряд ли что-нибудь здесь сделаем, да. Даже если нам будет помогать, это вряд ли. Так, опять корабли, да? Подошли. Отлично. Эсминец типа по горшкам. Может, это его улучшит. Но так как у нас мало опыта, то я лучше, пожалуй, просто так его оставлю. Пускай у нас этот гром гремит. Ты хочешь, чтобы я тебе помог? Ну, давай. Ну, ты видишь, что тут шансов нет. Тут их слишком много, ребят. Тут их реально слишком много, чтобы пытаться пробиться. Так, конвейеры сделали. Экспериментальные ракеты. Вот хочется. Давайте возьмем. Раз хочется, то почему бы нет. Так, ну все. Бессмысленную атаку прекратили. Ну, она реально бессмысленная, ребят. Ничего такого не дает. А вот... Избирает сил немало. Так, здесь прибираемся. Ну, ой, Китай. От Китая почти, ребят. Ничего не осталось. Прямо знаете, как приятно на это смотреть, когда Польша тут, хе-хей, в Китае прошлась. Ну, как, чё, чё, как? Давайте дальше стать. Сингапур. Почему-то японский, правда. Я не знаю, почему. Япония нам, конечно же, ничего не отдаст. Чтоб нам Япония отдала что-нибудь. Ну, конечно. Она вообще тут... Ну, вот, просить регион. Почему не хочет? Ну, вот почему, я не знаю. Вообще-то столько мы для нее сделали. Столько всего нам отдавали. А Япония все равно... Эх, на нас как на врага народу смотрит. Вообще некрасиво Япония поступает. Некрасиво. А, ладно. Давайте захватываем эти регионы. Остаточки. Ну, вот. Смотрите, уже лучше смотрится. Уже спокойнее мир выглядит. А как там? Во! Да, 37% в пользу агрессоров. Кто тут остался? Китай скоро добьется. Королевство. Австралия. Мелочь, мелочь, мелочь. И США, в принципе, да? С Филиппинами. Самые грозные силы это, в принципе, США, у которых сил очень много. Кстати, смотрите-ка. 34-34 вклад войны у нас с третьего рейха. И у нас... Хотя у нас явно больше. Но у него тут бомбардировки, смотрите. Потерь больше, кстати. Окупация столько же, но у него потерь больше. Благодаря этому он вышел вверх. Мы потеряли, кстати, всего 800... Да. Всего. Всего. Смотрите. Народу-то не хватает. Потеряли мы достаточно мало, поэтому... В любом случае все хорошо. Так вот, убираем пока. Потеряли мы 819 тысяч. Не так много. Если сравнивать с потерями. Теми, которыми мы нанесли врагам. Кстати, Китай потерял. Смотрите, миллионы, ребят. Соединенные Королевства, миллион двести. Ух, молодцы-то какие, да, ребят? Молодцы. Самое сложное будет Африку сейчас сдерживать. Но я помогаю, чем могу, в принципе. Очень много частей сюда выделять. Глупо было бы. А вот так вот немного частей, но... На помощь отправили. Пускай здесь на помощи хотя бы они стоят. Так, ну что? Успехи за эту серию, ребят. Индию захватили. Китай уже почти полностью поджали. Думаю, следующая серия упадет. И честно, я не знаю. Что тут еще такого выделывать? Польша просто огромная, ребят. Просто огромная страна. Призывники 1,9 всего. Измеченный прирост что-то маленький стал. Кстати. Мы можем вполне потом с вами взять вместо расширенного призыва обязательную службу. И у нас народище будет с вами. Ух! Просто не развернуться, да, ребят, на самом деле? Скоро встретится, объем завод. Сюда вот это все, конечно, неприятно. Но в целом это не так страшно. Ну что? Ладно, давайте-ка заканчивать серию на этом. Я надеюсь, она вам понравилась. Если это так, то не забудьте поставить лайки, прокомментировать, оставить свои советы, если такое имеется. Ну и что? Ждите следующих серий, где мы продолжим добивать Китай и, в принципе, дозахватывать Азию. В частности, здесь Китайская Народная Республика рядом с Францией. И восстанавливать Сиамскую Империю. Жалко то, что... А, кстати, можем попросить регион, они с радостью отдадут. Но не Сингапур, а какой-нибудь другой. И это очень-очень хорошо. Ладно, всем пока и до скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok